Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем седьмую главу послания апостола Павла к кремлинам. Эта глава является центральной в этом послании, и поэтому она проливает свет и помогает более глубокому и правильному пониманию всего, о чем апостол Павел будет говорить в следующих главах. В этой главе апостол Павел говорит потрясающие вещи. Например, знаменитый стих, где он говорит, то, что я хочу, я не делаю, то, что я ненавижу, это я делаю. И некоторые другие мысли апостола Павла, и у нас иногда возникает ощущение, что происходит раздвоение, как будто внутри апостола Павла живут два человека, два я. И при первом прочтении эта глава может показаться совершенно невразумительной, некоторые мысли могут показаться странными и просто неприятными. Но прежде всего нужно понимать, что все ключевые слова, которые употребляет апостол Павел, например, грех, смерть, закон, хотеть, творить, делать или эго, я, они имеют совершенно другое значение, чем то, к которому привыкли мы. Не только внутреннее значение у этих слов другое, их внутреннее наполнение, но и между собой они образуют созвучие связей, которые нам совершенно непривычны. И первое, что нужно сделать, приступая к чтению апостола Павла, приучить себя к мысли о том, что все слова будут иметь какое-то особое звучание, и не нужно торопиться их слышать и толковать, исходя из того смысла, который мы обычно придаем этим словам. Другой важный момент. В этой главе мы увидим, что апостол Павел иногда рассуждает как раввин, и он наследник великой традиции иудейского богословия, и там есть свои методы, свои ходы мысли, свой образ, своя стилистика. И здесь он употребляет классические библейские понятия, именно так, как их понимали иудейские раввины. Иногда он употребляет слова, заимствованные из лексикона стоиков, и он рассуждает как философ, потому что стоицизм — это философия, которая получила свой рассвет именно во времена апостола Павла, ее понимали современники, и поэтому он апеллирует к этой философии, к этому языку. И то, и другое для нас совершенно чуждо, непонятно и странно, как иудейская мысль, так и стоическая философия. Ну вот глава начинается словами. «Разве не знаете, братья?» В действительности он говорит, ведь вы знаете, братья. «Я обращаюсь к тем, кто знает закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив». И здесь апостол Павел рассуждает действительно как раввин, и нам может показаться немножко странным эта логика. Мы уже в предыдущей главе сталкивались с этой идеей, что такое освобождение. Освобождение из-под закона — это так же, как замужняя женщина, если вдруг она овдовела, то она становится свободной, потому что муж, пока он был жив, он и был ее законом. Теперь она свободна. И вся эта идея, весь этот образный строй мысли ради того, чтобы подвести нас к реальности воскресения, что означает, что Христос своей смертью, своим воскресением нас освободил от закона, точно так же, как замужняя женщина вдруг овдовела. Точно так же мы с вами овдовели по отношению к греху и по отношению к смерти. Так замужняя женщина привязана законом к мужу. И действительно здесь слово «привязано» — узы. Человек — это тот, кто всегда с кем-то связан. Человек не может жить как остров, не может жить как атом. Мы всегда с кем-то связаны, и мы всегда кому-то подчиняемся. Есть какие-то связи субординацией. Это не означает, что кто-то из нас выше или лучше, а кто-то хуже и ниже. Нет, просто человек — это тот, кто вплетен в очень сложную систему связи. И вот замужняя женщина точно так же связана с законом. Она привязана к мужу, пока он жив. Но если умер муж, закон замужества для нее теряет силу. А поэтому, если она при живом муже станет принадлежать другому, то есть переходит в собственность другого мужа и связывает себя с другим мужчиной, ее назовут прелюбодейкой. Но если умер муж ее, она свободна от закона и принадлежит другому, и прелюбодейкой не будет. Но все это ради только одного — сказать, что Христос нас освободил. Это просто образ какой-то свободы, которая делает нас связанными с другой реальностью. И сама эта реальность, воскресение Христа, меняет на противоположное значение связи и значение свободы и несвободы. «Вот так и вы, братья мои, благодаря телу Христа, умершвлены для закона, чтобы принадлежать другому, воздвигнутому из мертвых, и приносить плод Богу». Здесь типичные библейские образы. «Приносить плод» — это означает служить Богу, приносить Ему результаты своей деятельности, своих мыслей. Здесь, конечно, возникает образ воздвигнутого из мертвых. Для апостола Павла очень важно, что Христос не сам себя воскресил, но и Его воскресил Отец. Он воскрешен, поэтому Он воздвигнут из мертвых. «Ведь пока мы жили по плоти, греховные страсти, возбуждаемые законом, действовали в наших членах, и плод приносили мы смерти». Если прежде мы были подчинены реальности смерти, мы рождаемся в этот мир биологически. Это уже некая данность. Мы не свободны ни от смерти, ни от греха, ни от каких-то немощей, ни от болезней. И поэтому мы приносим плод этой реальности. Но благодаря смерти и воскресению Христа, в теле Христа, в той мере, в какой мы соединены с Ним, точно так же, как замужняя женщина со своим мужем, мы перестаем жить по закону плоти. Здесь нужно объяснить очень важную вещь. Апостол Павел употребляет слово «закон» в двух значениях. И очень важно понимать, что это почти два разных слова, потому что они обозначают разную реальность. Чаще всего слово «закон» является синонимом слова «Тора». Апостол Павел пишет по-гречески, но мыслит он по-еврейски. И если подставить еврейское слово, то нужно подставить слово «Тора». «Закон» — пятикнижие, слово Божие, откровение, дар завета. Другое слово «закон» заимствовано скорее из языческого обихода, и в данном случае оно означает некую покорность и подчиненность. И поэтому мы жили по закону плоти. Это не значит, что мы руководствовались какими-то правилами. Нет. Это означает, что мы были в плену у тления. Мы с вами говорили, что слово «плоть» и означает «тление». Это именно самое уязвимое, самое немощное в человеческом естестве. «Но ныне мы умерли для закона, которым были связаны. Он утратил силу для нас». Вот синонимическое выражение, которое позволяет понять, что слово «закон» — это означает иметь силу над кем-то. И вот ветхий закон, закон плоти, утратил силу для нас. Мы больше не в его власти. Так что теперь мы не в рабстве ветхом по букве, а в служении новом по духу. Очень стройная мысль, она как величественный собор, она очень сложная по своей архитектуре, и отдельные слова, образы перекликаются и образуют что-то причудливое. Но если проникнуть внутрь мысли апостола Павла, увлечься его внутренней логикой, то его мысль становится совершенно прозрачной, очень сочной, богатой и привлекательной. В последующих стихах говорится о том, как грех вошел в мир. И апостол Павел объясняет, что грех — это синоним смерти. Очень часто мы думаем, что смерть — это последствия греха, это наказание за грех. Отчасти это так, но апостол Павел имеет в виду другое. Он говорит о том, что грех узурпировал власть. И в какой-то момент он стал князем этого мира, он стал господствовать. И это было какое-то насилие. Поэтому Адам и вообще человек оказывается во власти греха не по своей воле, а обманом. Грех его обманывает, грех его покупает, не спрашивая нашего согласия, и царствует в наших смертных телах на протяжении нашей земной жизни. Потому что слово «грех» и «смерть» — это синонимы. И биологическая жизнь, которая в действительности есть умирание, она тоже в этом ряду. Итак, грех — князь этого мира. И грех, как мы с вами говорили, это не просто какое-то абстрактное понятие и ненравственное понятие, а это имя собственное. Имеется в виду князь мира — сатана. И когда мы оказываемся в плену какой-то греховной логики, то мы приходим к неожиданным заключениям. Например, очень часто люди легко противопоставляют Ветхий Завет и Новый, и с легкостью вдруг отрицают Ветхий Завет и ругают закон. И апостол Павел цитирует в следующем стихе такое мнение. Что же нам сказать на это, что закон — это грех? Действительно, мы с этим очень часто сталкиваемся. И здесь мы в плену каких-то заблуждений и очень тонкого обмана. Самое важное всегда говорится в конце. И поэтому, прежде чем рассказывать о том, как грех вошел в мир, нужно всегда помнить то, что апостол Павел скажет в конце этого размышления, в 12 стихе. «Сам закон свят, священен, и заповедь, то есть предписание закона, святы, священны, праведны и добры». Это благо. Значит, правильный ответ нам дан в конце. А перед этим нужно проделать какой-то путь для того, чтобы понять, в чем же произошла ошибка, где произошла подмена. И здесь апостол Павел цитирует Ветхий Завет. Опять же, он как раввин преподносит свое толкование какого-то места из Священного Писания. Какого? Мы видим, что здесь говорится «не пожелай». И мы думаем, что это десятисловие. Однако не совсем так. В действительности это слово «закона не пожелай» перекликается со второй и третьей главой книги «Бытия». Это то, что Бог говорит Адаму. «Ты не будешь вкушать, не вкушай». Тот плод, который прекрасен, который вожделенен, приятен на вкус, и тебя, может быть, манит своей привлекательностью, но ты его не будешь желать, имеется в виду, ты его не будешь вкушать. Апостол Павел рассуждает. «Если бы не закон, я не знал бы греха. И если бы закон не говорил «не пожелай», я бы не ведал такого желания». С одной стороны, мы с вами видели в предыдущей главе, что закон не искупает, не освобождает от греха, но он точно его диагностирует. Он проливает свет, благодаря которому мы видим какие-то реальности как греховные. И мы можем точно диагностировать, где грех. А теперь, какова механика греха, как он действует. Закон говорит «не пожелай». И если бы не было этого закона, если бы не было этого слова, то Адаму бы не пришло в голову вкушать этот плод. Виноват ли при этом Бог? Нет. И апостол Павел говорит, именно этой заповедью грех воспользовался. То есть, сатана, смерть, воспользовалась, то есть, злоупотребила тем словом, которое Бог дарит Адаму. Слово Бога, оно всегда творит реальность. Это слово благословения. Бог сказал «да будет свет» и стал свет. Нет, Бог сказал «ты не будешь вкушать». И должно быть так, что человек не будет вкушать. У него даже не возникнет такого желания. Но происходит нечто противоположное. Вдруг это слово оказывается бездейственным и бессильным. И это для апостола Павла кажется совершенным безумием и какой-то катастрофой. Но что же произошло? Оказывается, что грех, в данном случае змей, сатана, злоупотребил. Он извратил то слово, которое было словом жизни, словом благословения, словом дара. Он его преподнес Еве как слово закона, как некий приказ, как некое ограничение. Более того, он сумел вывернуть это таким образом, что вдруг показалось Еве, что Бог ревнует о своем божественном достоинстве, и ему не нужны конкуренты, что он в лице человека видит конкурента. И тем самым происходит вот это падение. Грех исказил слово Бога. Но апостол Павел затрагивает еще какую-то другую, необычную для нас реальность. Без закона грех был мертв, а я в то время без закона был жив. Очень интересно, я это кто? Это апостол Павел? Но апостол Павел никогда не был без закона. Он родился в семье благочестивых иудеев. Он всегда был под законом. Не было такого времени, когда в жизни апостола Павла не было божественного закона. Значит, это я, это не он. Кто же этот я, который жил без закона? Конечно, это Адам. Здесь мы слышим голос первого Адама. Без закона грех был мертв. Как будто была какая-то реальность, которая уснула или пребывала в каком-то состоянии бездействия, и поэтому была мертва. Как некий вирус, который притаился где-то в вечной мерзлоте. Но вот приходит слово закона, слово жизни, слово света, который разогревает, условно говоря, эту мерзлоту, и вдруг грех оживает, он обретает силу. А я умер. Он ожил. Смерть ожила. А я умер. Так оказалось, что та заповедь, которая была дана мне для жизни, вот где произошла подмена, то слово, которое дано для жизни, вдруг вмешательством какой-то враждебной силы приносит плод в виде смерти. Ибо этой заповедью воспользовался грех, обманул меня, вот это слово, которое заимствовано из книги «Бытия», обманул, соблазнил меня, и ею же убил. Так что сам закон свят и заповедь свята, праведна, добра — это слово жизни. Но проблема в том, что грех — это вот та сила, та реальность, которая сама по себе есть не бытие, но она всегда паразитирует на чем-то, что обладает силой жизни, и поэтому творит свои дела. «Так что же добро и стало моей смертью?» Следующий вопрос, который задает Адам. То есть то, что изначально было благим, любовь Бога, Его Слово, тот завет, который он готовился заключить со мной, он стал моей смертью. Что же является источником смерти? Что является причиной, если хотите, смерти? Но точно не Слово Бога и не Его воля. Поэтому апостол Павел резко парирует на такую ремарку и говорит, не быть этому, ни в коем случае, отнюдь. «Но грех, вот он-то посредством добра принес мне смерть. Тогда открылось, что он грех. Так заповедь изобличила его безмерную греховность». Итак, мы здесь видим, что закон, предписание закона заповеди, «Слово Бога» является своего рода проявителем, который обнаруживает, являет то изображение, которое было скрыто, как в тот момент, когда мы проявляем пленку. Закон изобличает, являет грех и его греховность. Но что же такое грех? Очень часто мы слышим размышления о том, что грех — это небытие или, наоборот, это какая-то сила, которая обладает бытием. Все это прекрасно, но апостол Павел видит эту картину немножко в другой плоскости. Для него грех — это ничто, это небытие. Но ничто не в том смысле, что на это не нужно обращать внимание, и это не заслуживает внимания. Нет. Все, что совершает грех, например, страдание, которое он причиняет, смерть, это заслуживает нашего внимания, это не ничто, это очень страшно и возмутительно. Поэтому грех является ничем в каком-то другом смысле. Он как вирус. Иногда популярные биологи объясняют, что вирус не является формой жизни, в отличие от бактерий. Вирус — это всегда паразит, который паразитирует на том, что обладает целой жизнью. Вот так же и грех. Он есть ничто. Он есть тьма. Евангелист Иоанн употребляет слово «тьма». И свет — это то, что обнаруживает эту тьму. И в конце концов суд и спасение совершится в тот момент, когда тьма будет изгнана вон, во тьму кромешную, во тьму внешнюю, то, что было ничем, будет низвергнуто в небытие. То есть языком Евангелиста Иоанна «князь мира сего будет изгнан вон». Мы знаем, что закон духовен, но я ведь плотский и продан в рабство греху. Итак, слово Бога — это слово духа, оно духовно. И здесь нужно понимать, что апостол Павел никогда не противопоставляет дух и плоть, как мы обычно привыкли противопоставлять дух, душу и тело. Нет. Дух у него — это всегда божественная сила, это сила воскрешающая, сила жизни. И поэтому закон, он животворит, он духовен. Проблема в том, что я плотский, я во власти смерти, во власти тления. Более того, он употребляет такое выражение, что Адам как будто продан в рабство греху. Грех как будто его купил, и на этом основании является его господином, его собственником. Я продан в рабство греху. Нужно понимать, что не всегда мы принадлежим самим себе. Есть какая-то другая сила, которая над нами по каким-то причинам имеет большую власть. И дальше вот этот знаменитый стих. «Я даже не понимаю, что творю, чего хочу, того не совершаю. Что ненавижу, именно это и делаю. А если ненавижу то, что делаю, то соглашаюсь с законом, что он хорош». Значит, если ту ложь, которую я совершаю, я все-таки исповедую как грех, и ее ненавижу, то означает, что для меня заповедь Божия является благом, и Бог не виноват в этом. «Тогда уже не я это творю, но грех, живущий во мне». И вот здесь замечательный ход мысли, которые, к сожалению, иногда неправильно толкуются некоторыми проповедниками. Иногда приходится слышать, что вообще все разговоры о грехе, о бесовской силе, все это придумано для того, чтобы оправдать себя, чтобы сказать, «Это не я согрешил, это кто-то другой». Как дети иногда хотят переложить вину на другие плечи, но апостол Павел совсем не перекладывает вину ни на чьи плечи, он просто диагностирует, опять же, что внутри меня есть некая сила, семя смерти, семя тления, которое действует, и оно обладает силой, как некая инфекция, некий вирус, который уничтожает меня. И мои дурные поступки, они лишь только напоминают мне о том, что мне нужно быть очень осторожным. Рядом есть эта сила, которая иногда сильнее того, к чему стремлюсь я. И другой штрих, очень важно понимать, что когда апостол Павел говорит, «внутренний человек» и «внутреннее я», конечно, мы люди 21 века толкуем как некую психологию или психологию глубин, у апостола Павла этого нет. Мое «внутреннее я» в действительности есть не нечто сокрытое от других, где я закрываюсь в самом себе, какие-то мои внутренние мысли, только мои, ничьи другие, какая-то интимность. Нет. Для него «внутренний человек» это тот образ Божий, который заложен в плоть и тело Адама изначально. Внутренний человек — это человек воскреший. Это семена Божественной жизни, которые в нас. Вот он, внутренний человек, человек воскреший. И напротив, есть другой человек в нас, плоть, которая не свободна от смерти. «Ибо знаю, что доброе не живет во мне, сказать точнее, в плоти моей». Вот он уточняет, что грех действует именно в моей плотской сущности, но некое нерушимое божественное начало во мне все-таки остается тоже живым. Хотеть добра — это всегда при мне. Я всегда хочу добра. Даже если я в этом себе не отдаю отчета, где-то в глубине даже каких-то озлобленных страстных мыслей заложено семя добра, и важно просто к нему вернуться. Хотеть добра — это всегда при мне. Это очень важная аксиома. «Но сотворить хорошее того нет». Иногда при всем желании добра мы творим нечто противоположное. «Ведь добра не делаю, которого хочу, но совершаю зло, которого не хочу. Если же делаю то, чего сам не хочу, но творю это уже не я, но грех, живущий во мне». Конечно, может быть, поверхностный читатель подумает, ну вот какие-то повторы, а если повторы, то, может быть, автор не совсем ясно что-то представляет, и, может быть, запутался в своих рассуждениях. Совсем нет. Дело в том, что апостол Павел диктует свое послание, и поэтому очень легко здесь можно представить его характер, его огненный характер. Он хочет донести до своего адресата некие истины, которые он повторяет дважды, трижды, как будто он диктует, утверждая истину, для того, чтобы это стало очевидным, чтобы это вошло, врезалось в сознание читателя, и уже исходя из этого, мысль обретет какой-то новый полет. Вот смысл этих повторов. Это совсем не некий дефект литературного стиля. «И вот я нахожу такой закон. Хочу я делать хорошее, а выходит злое». Вот слово «закон» здесь означает некую силу, которая властвует. И закон, некая объективная расположенность вещей такова, что я хочу делать доброе, выходит злое, я не попадаю в цель, я согласен с тем человеком, который внутри меня. И это замечательно, потому что для апостола Павла свобода — это не то, что мы думаем делать то, что нам взбрело в голову. Он говорит «согласен». Это имеется в виду, что твое внутреннее желание оно в каком-то созвучии, в какой-то гармонии с волей Бога. Поэтому тот человек, который во мне, внутри меня, это голос Бога во мне. И мое истинное «я» — это то, что находится в созвучии. Моя истинная свобода — это творить то, чего для меня желает Бог, мое истинное «я». И закон Божий я принимаю с радостью, но в членах моих, то есть в моей плоти, я вижу иной закон с маленькой буквы, закон греха, который воюет с законом ума моего и делает меня своим пленником. Очень важно человеку осознать, что ты действительно узник, ты не совсем свободен. Потому что в тот момент, когда мы понимаем, что мы не свободны, это означает, что мы на пути к свободе. Точно так же, как осознать свой недуг, это значит быть уже наполовину исцеленным. И вот апостол Павел, как будто открывая для себя эту реальность, я пленник, я не свободен. И дальше потрясающее восклицание. «Несчастный я человек, горе мне, кто меня избавит от тела, которым владеет смерть?» Первое, что может прийти в голову, что же апостол Павел помышляет о самоубийстве, избавиться от тела, это значит просто покончить с собой? Нет. «Избавить меня от тела, которым владеет смерть, от той сущности, которая живет во мне, от сущности смерти. Кто меня исцелит, кто меня освободит от этого закона смерти?» И ответ. Благодарение Богу через Иисуса Христа, Господа нашего. «Итак, я один и тот же, умом раб Божьего закона, плотью раб закона греха». Эта фраза открывает полет к новой мысли, но ключевым здесь является этот крик ликования, благодарения, потому что апостол Павел чувствовал себя заложником ситуации, чем ты больше стремишься к праведности, чем ты больше стремишься к святости. Чем ты больше хочешь угодить Богу, ты только видишь, насколько ты далек, насколько ты греховен, и выхода из этого нет. И его крик «Кто же меня освободит?» И вот он получает это освобождение, это облегчение, которое выражается невероятным криком благодарения. В Иисусе Христе он обретает того, через которого религия Отца, и поэтому религия вины, религия рабства, ветхого закона для него стала религия сыновства, религия свободы, благодати. На портале экзегиатру с вами был протеерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга.